Всем привет! Это снова я, меня зовут Константин Муравьев, я агент по недвижимости. Вы на моем канале, который полностью посвящен недвижимости в Москве и Московской области. Сегодня у нас невероятно интересный обзор. Обозревать с вами будем квартиру на главной улице страны, на Тверской. Вот она за моей спиной. Как обычно, покажу дом, покажу квартиру изнутри, расскажу про цены, как, что и почему, где, сколько стоит, а также некоторые исторические подробности. Итак, начну свое видео и рассказ про Тверскую улицу со Страстного бульвара. Раньше здесь стоял Страстной монастырь. Вот сейчас фоточки прикладываю, смотрите. А еще раньше отсюда отправлялись экипажи в Питер. То есть здесь была такая станция, комната, и все москвичи, которым нужно было в Питер, в принципе, выезжали с этой площади, со Страстной. Дальше. В ту сторону Тверской бульвар. В общем-то, в предыдущем видео мы с вами там закончили обзор на Большой Никитской улице возле здания ТАСС. Наша квартира расположена в этом квадрате между Тверской и Большой Никитской. Сейчас спустимся в переход. Ну и, собственно, дальше я буду, как обычно, рассказывать исторические подробности и показывать сразу. Тверская улица у нас с 12 века упоминается. Вообще она ровесница Москвы. То есть как только город построили в 12 веке, через 30 лет уже появилась улица Тверская, дорога на Тверь. Ну и, собственно, вот, вы представляете, да? Почти тысячи лет улица. Я вот редко задумываюсь, когда в Москве вообще, ну я в Москве живу, и об этом редко задумываюсь, насколько город древний. По переходу идем. Переход, кстати, такой печально известный. Здесь выход из метро Тверская, Пушкинская. В 2000 году здесь был очень такой страшный теракт. Много людей погибло. Здесь смертницы, террористки взорвали себя и убили кучу народу. Сейчас об этом уже тоже никто не помнит. Но вообще в Москве в 90-х, 2000-х годах, до середины 2000-х, постоянно что-то взрывали, гибли люди. Слава богу, сейчас, конечно, этого уже нет. Итак, основание Москвы 1147 год, а первое упоминание Тверской улицы 1177 год. При СССР была улица Горького. Ну, наверное, все знают. Хотя даже при СССР ее всегда называли Тверской. В разговорах. Выход из перехода, с одной стороны, на Тверской бульвар. В ту сторону, кстати, много достопримечательностей тоже. МХАТ имени Горького в том числе. Здесь вот ресторан, магазин Армения. А вот этот дом под юбкой, в принципе, из него выходишь. Нам сюда, на Тверскую, в ту сторону область, там мы начали свое видео. Наш дом по направлению к Кремлю. Идти буквально 5 минут. Кстати, расцвет улицы пришелся на 18 век, когда столица в Питер переехала. Здесь начали строиться купцы. Начальство московское начало селиться. В общем, согласно плану 1935 года о реконструкции города Москвы, в 1937 году Тверскую улицу начали расширять. И дома некоторые начали сносить, а некоторые просто начали сдвигать в сторону на 70 метров. На Тверской около 20 домов переехало в переулке. Кстати, вот я сейчас зашел. Просто все равно мимо идем. Хотел показать дом. Очень интересный. 1914 года постройки. Дом Нирзи он называется. Я еще позже о нем расскажу. Но что прикольно, Нирзи был первым таким редевелопером. То есть он брал всякие ненужные здания, которые убитые, не приносили доход своим хозяевам, усадьбы, и перестраивал их их под доходные дома. Потом разбогатил и построил вот этот вот дом. Быстренько просто вам фасад покажу и пойдем уже дальше к квартире. А то меня там ждут. Технология перемещения домов она была, с одной стороны, очень простая. Потому что просто сносили здание, очищали площадку, строили там фундамент, а потом нужное здание просто перекатывали на огромных роликах на этот фундамент. Но, с другой стороны, очень сложное. Представляете, очень старое здание нужно было отпилить от фундамента, чтобы оно не рассыпалось, а потом еще его перекатить на новое место. На Тверской более 20 домов так перевезли. И что интересно, успели только, ну, до войны, потому что война началась, успели только эту часть, которая от Кремля до Пушкинской площади, где мы, подстрастного бульвара, где мы начали видео. Только эту часть расширили. Здесь дома передвигали, а дальше там уже работали с тем, что есть. Кстати, день парада, на 9 мая, балконы по 100 долларов, я помню, сдавали, по 100-150 долларов за человека, чтобы парад посмотреть. Потому что вся техника проходит здесь, по Тверской. Блин, погода жесть, еще и дождь пошел, снег, дождь. Вот наш дом. Он стоит на перекрестке с Гнездяковским переулком, с Малым. Тверская 15, 1940 год постройки, 7-этажный, 11-й подъезд. Кстати, декорирован такой достаточно скромно, но между тем, архитектурные элементы есть на нем такие, которые были впервые вообще применены именно на этом доме. Дом в стиле сталинский ампир. Первые этажи, все коммерция, коммерческие помещения. При Советском Союзе было то же самое, в принципе. Просто помещения были государственные. А так здесь тоже были магазины. Архитектор Мордвинов. Дом состоит из таких трех частей. Центральная часть это арка. Дальше уже этаж такой с колоннами. И две по бокам части. Но тоже нарядные, с внешней стороны такие башенки-эркеры, как в замке средневековом. Что-то напоминает чешую рыбы, отделка местами. Вот видите, арка. Нам в арку сюда, потому что вход в подъезды, как всегда, с внутренней стороны дома, через черные ходы, парадные подъезды, как обычно, все заколочены. арка тоже напоминает замок. Здесь у нас Леонтьевский переулок. Смотрите, вот один двор, но нам не сюда. Двора дома очень скромненько выглядит. Наша часть, наша квартира в той части дома. Идем. Давайте про Леонтьевский переулок немножко скажу. Я только знаю один очень интересный факт, что здесь находил, не буду тыкать пальцем, здесь находился ресторан, очень известный, в котором собирались невероятно очень известные криминальные личности, воры в законе. И все их друзья из государственных органов в те годы, в 90-е, они были очень дружны все. Пили-ели за одним столом, как правило. Вот. Дальше что? Идем. А, давайте я вам сейчас расскажу. Здесь же в доме жило столько знаменитых людей. Лемешев Сергей Яковлевич, это оперный певец. Тут вообще его фанаты оккупировали просто этот дом, здесь жили под подъездом, девушек очень много. Он работал в Большом театре, в принципе сюда пешком ходил, это, наверное, минут 10 идти от Большого театра. Дальше. Рокоссовский Константин Константинович. Ну это вообще, это маршал Советского Союза, маршал Польши, очень известный человек. Завадский Юрий Александрович, это театральный режиссер и педагог. Сейчас стоял, просто не получилось это на камеру заснять, на меня просто снег со льдом с крыши оттуда упал. Хорошо, пуховик толстый, капюшон толстый, то есть не убило. А была бледышка по башке, было бы жестко. Итак, про знаменитых жителей. Твардовский, это автор бессмертной поэмы, Василий Теркин, тоже жил в этом доме, на Тверской 15. Давайте еще про знаменитых соседей, они здесь в соседних домах, с домом 15 все жили. Это Солженицын, Корней Чуковский, Олег Ефремов, я уже сказал. Перед тем, как мы пойдем в квартиру, хочу напомнить, что у меня есть соцсети, есть телеграм-канал, страница ВКонтакте, страница в запрещенном Инстаграме. Переходите, ссылки в описании к этому видео, переходите по ним и подписывайтесь. Много инсайдерской информации там даю с рынка недвижимости о том, как купить или как продать квартиру в Москве. В принципе, если будете внимательно следить за этими блогами, сможете сами продавать или покупать недвижку без агента. А также не забывайте, подписывайтесь на мой канал на ютубе и ставьте лайки этому видео. Итак, двор закрыт, естественно. Двор вообще небольшой. Как сюда на машинах люди эти проезжают, непонятно. Ключи от ворот, конечно, есть, но не у всех, сами понимаете. Но здесь есть резидентские разрешения, можно ставить машину бесплатно ночью. Ну, то есть с утра, допустим, с 9 вечера до 9 утра можно бесплатно ставить. А если ходишь круглосуточно, то 3000 в год платишь и все. Ворота со стороны мэрии, конечно же, закрыты. Видимо, из соображения безопасности. Сейчас вы сразу прочувствуете, что такое жить в сталинском доме. Это вход в подъезд. А вот сейчас кстати, один из нюансов проживания в сталинских домах. Вот вы видите сейчас перед собой. То есть это подъезд. Парадные, как правило, подъезды заколочены. Ходим постоянно через черный ход. Он низкий. Если человек 2 метра ростом, будет головой биться здесь. Коляску здесь оставить, но я думаю, практически невозможно для ребенка, если у вас ребенок есть. То есть это про минусы. Вот. Что еще? Если у вас ребенок коляска, либо сумки, либо еще чего-то, вам нужно подняться сначала по ступенькам. И только потом вы уже попадаете к лифту. А еще есть такой прикол, что лифт только пассажирский. И с коляской сюда очень, допустим, если у вас опять же дети маленькие, сюда невероятно сложно попасть. Если вам нужно мебель доставить в квартиру или еще какой-то крупногабаритный груз, это только нужно заказывать такелажников. Это дорого, и они будут вот здесь корячиться, мучиться. Вот представляете, что-то вот здесь нужно протащить, что-то крупногабаритное. Это вообще как? Здесь до балки, ну, наверное, 2 метра. Седьмой, последний этаж, хотя там еще технически очень высокий. Сто процентов некоторые люди чердачки-то квартирам присоединяют. Ну что, стучимся? Здорово! Привет! Все те же люди, только уже с гитарой. Ну, заходи, чего? Опять перевел мне покупателей? Отлично. Смотри. Итак, приступаем к обзору квартиры трехкомнатная, 80 квадратных метров, с потолками 320 в доме 1940 года постройки. Давайте начнем с прихожей. Жалко, темновато, но все равно видно и лепнину на потолке. Наверное, и в кадре видно, что потолок высокий. Упал вот такой паркетик. Здесь все по классике, счетчик внутри квартиры, автомат вот там под потолком. Давайте еще дверь вам покажу. Она тоже заслуживает внимания. Знаете, я думаю, она как раз тоже 1940 года. Но, блин, если она использовалась как основная дверь, то это, конечно, очень странно, потому что она деревянная, очень легкая, очень тонкая. То есть, она вот, ее, мне кажется, с одного удара можно выбить ноги. Прихожая, на мой взгляд, метров 8, прямоугольная. Вот здесь это уже несущая конструкция дома. Вот эта колонна тоже. А все остальное здесь, как обычно в сталинских домах, не несущая, можно сносить и планировку уже делать на свой вкус, как кому нравится. Давайте начнем, наверное, а, чуть не забыл. Я же показал, что паркет на полу, да? И очень круто, я чтенько забываю, что в полу, видите, есть такие вентиляционные отверстия, продухи. То есть, циркуляция воздуха есть и под полом для экологии в квартире. Это очень хорошо. За это прям большой, большой лайк. Давайте, спальня слева, квадратные формы, окнами во двор. Это очень ценно, так как мы на Тверской. Мы, когда сюда шли, вы, наверное, уже заценили шум, то здесь этого шума нет вообще. Возможно, сюда доходит пыль и все вот это с Тверского. Сейчас окно откроем, послушаем. Да не очень-то и слышно. Сейчас пасмурно очень, ноябрь конец. Вообще, отсюда видно сити. Видите дом по прямой? Это дом Нирнзе, он так называется. Так звали его строители, архитектора. Чем он примечателен? А тем, что этот дом полностью состоит из студий. Они разной величины. Сейчас там 35 метров, 40 метров, 50 метров. Но изначально это были там такие внутри коридоры длинные. Я мечтаю туда попасть на обзор. Если у кого-то есть квартира, опять же, мне скажите, придем, поснимаем. Так вот, в те годы, еще до революции, уже были в Москве студии. Очень популярный был формат. Жили в основном мужчины, потому что женщина без кухни, а кухонь там в студиях не было. В те времена с семьей там жить было невозможно. Большой коридор, кухня на этаже и справа-слева комнаты. Единственный плюс, то, что в этих комнатах большие окна и потолки 4-х метровые. Перед тем, как в квартиру зайти, посмотрели на техэтаж, и он очень высокий. Очень часто в центре Москвы их присоединяют техэтажи над квартирой в жилую площадь. Сейчас, конечно, сложнее, но раньше это было очень популярно и документально оформлялось, в принципе, несложно. Также лепнины под потолком. Есть такое вентиляционное отверстие. Выглядит, конечно, уже не очень современно, но в целом функционально очень круто работает. Воздуха в квартире достаточно. На полу паркеты, причем, обратите внимание, он разный наборный. Елочка есть просто горизонтальные полоски. Здесь опять елочка, причем разной ширины дощечки. Я слышал, что просто проблемы были. Хотя это 40-й год, до войны прям начали строить дом. Средства, наверное, были, но не знаю, по какой причине он такой разный весь. Если знаете, в комментариях напишите. Дверные проемы, обратите внимание, два с половиной метра. В современных квартирах это, в принципе, практически недоступно. Только в премиум-классе, ну и иногда еще в бизнесе. Такие высокие двери. Для всех остальных это уже роскошь. Гостиная, наверное, он же кабинет с окном. Окно в переулок на мэрию, на мэрию Москвы. Давайте сейчас выглянем в окно и послушаем шум. Мы послушали шум из окон в спальне, а теперь здесь. Здесь окно выходит в переулок, но и так же видно Тверскую. Сейчас послушаем, как это. Причем Тверская практически пустая. То ли перегородили, кого-то ждут. В той стороне это Столешников переулок начинается. Памятник Юрию Долгоруку ему сейчас не очень видно. Мэрия. Очень интересное здание. Построено в 1790 году графом Чернышевым. Он, кстати, как только умер, сразу это здание заняло московское руководство. И оно надстроено. Его надстраивали. Видите, этот карниз? Это уже надстроили в советское время, потому что здание иначе не вписывалось в новый облик Тверской улицы. Кстати, вот там, в той стороне, вот там, куда мы сейчас смотрим, была тюрьма, был вытрезвитель в 19 веке и был морг. То есть, вообще, городоначальники даже в какой-то момент отсюда убежали, потому что соседство с этими заведениями было невыносимым. Эти все люди орали, постоянно там перемещались, запах был соответствующий. То есть, у Гелировского, по-моему, можно про это почитать. Та же лепнина под потолком прямоугольной формы. В целом, как гостиная или спальня вполне себе пойдет. Давайте пройдем на кухню. Уж не знаю, видно ли вам на экране, но квартира выглядит очень комфортно и с высокими потолками, много воздуха. И то, что здесь 80 метров, вообще незаметно окажется гораздо больше. Давайте, санузлы пока не пойдем, идем на кухню. Здесь тоже есть, что посмотреть. Кухня квадратная. Уж не знаю, для кого строили этот дом конкретно, но в целом о жильцах заботились. Кухня метров 10, на мой взгляд, или 11 даже. Окошко стандартное между санузлом и кухней. Вентиляционное отверстие. Здесь уже лепнины нет. Просто все гладко. Антресоль. Антресоль, кстати, обратите внимание, там очень много места. То есть, вот это все, это антресоль. Туда можно сгрузить невероятное количество вещей. Правда, как их доставать оттуда, непонятно. Идем дальше. В этом доме естественно, был мусоропровод. Сейчас, а, он, кстати, даже не заварили, но им, естественно, не пользуются. Поэтому запаха оттуда нет. Но как такой раритет. Не знаю, что это за металл, но он очень тяжелый. Клапан. Вот что за клапан, мы вообще не можем понять. У хозяев квартиры тоже спрашивали. Было предположение, что это дымоход для самовара. Мол, трубу от самовара сюда включаешь, и понеслась. Можешь самовар греть. Но вряд ли. Кто знает, напишите в комментариях. Здесь, кстати, горячая, холодная вода и нет газовой колонки. Это тоже такой очень большой плюс. Обычно в домах такого года газовой колонки. Здесь нет такой фарточек. Это все осталось, видимо, с тех годов. Холодильник. Ну, как же без него? То есть, такой холодильничек летний. Здесь он, правда, не в стене выдолблен, как обычно, а просто деревянный пристроен к стене балконный. Но в целом в нем прохладный и можно хранить. Давайте на балкон выйдем. Балкон небольшой, узенький, но в целом места для того, чтобы поставить стул и попить чая достаточно. Это вместо барной стойки можно использовать. А, кстати, здесь на кухне уже такая доска. Ну, естественно, то есть, она с 40-го года так и сохранилась, никто ничего не менял. Мне очень нравятся такие квартиры. Я вам уже не раз говорил. Правда, вы удивляетесь в комментариях, чему я так радуюсь. Да тому, что квартиры в первоначальном виде, такие квартиры покупать гораздо выгоднее. Не нужно переделывать чужой там уставший ремонт, еще за него деньги платить. Сразу видно все плюсы и минусы. То есть, очень круто. Всем рекомендую квартиры покупать в максимально первозданном виде. Тоже такой продух в паркете. Ну что, туалет, плиточка, скорее всего, тех же времен. В принципе, размеров он немаленьких. Идем дальше смотреть ванну. А иди, что покажу тебе. Ладно, потом посмотришь. Давай, иду. Смотри, вот ты знаешь, продаешь такие старые квартиры, обязательно есть такой шкафчик с этими атрибутами. И обязательно где-то рядышком лежит вот такая коробочка. О, хорошая. то, что это вот как когда-то были большие деньги, да, а сейчас это уже ничего не стоит. Сколько семей? 200 рублей. Сколько семей вообще потеряли тогда свои накопления? Напишите вон там Костику в комментариях, у кого-то дома такие же есть коробочки. Это зарплата месячная? хорошая. Нет, это хорошая зарплата 200 рублей. А сейчас это вот... Кстати, про деньги. Да, кстати, про деньги. при прочих равных для твоих костик клиентов, для моих зрителей, для твоих зрителей, если будет ссылочка на тебя, будет скидка 500 тысяч. Это при прочих, вот если люди торгуются на рынке до какой-то цифры, минус 500 тысяч, ну, тут всего 200, да, минус 500 тысяч. То есть от меня, если приходите, звоните, говорите, от Константина Муравьева 500 тысяч. Да, совершенно правильно. Зафиксировали. Это очень крутое предложение. Да, у нас не первый опыт, поэтому... Хорошо. В каждой квартире мы практически видим такие коробочки обесцененные, к сожалению. Ну, там ванна, да, идите в ванну. Я-то бубню там за кадром, вот, у тебя получше получилось. И что, ванная? Кстати, тоже приличных размеров. Можно было поставить сюда ее еще больше. Уж не знаю, почему хозяева квартиры не стали это делать, но это новые хозяева, я думаю, обязательно сделают. Большой санузел, точнее, большая ванна сюда прям так и просится. Ну, в принципе, что, машинка здесь встает спокойно. Это кабина тоже ненесущая конструкция. Ее можно... А, кстати, ничего себе. На антресоль еще и из ванной можно заглядывать. А я уже думал, как оттуда вещи доставать, получается, с кухни и из ванной. Очень странно. Ну ладно, такой хотя бы поудобней. То есть, это можно либо расширить, либо сюда задвинуть. Правда, в ту сторону нельзя, потому что там жилое помещение, комната, туда мокрые точки нельзя переносить. Вот двери все тоже оригинальные. Давайте посмотрим. Это уже заключительная комната, где нас Мария встречает. Мария прямо себя ощутила в этом зеркале. Какой-то дух прошлого такой навеял. Оно прямо такое так и чувствуется, как сюда кто-то в сороковых годах смотрелся. Видишь, прямо такое оно. Ну да. Мне кажется, там могут еще самые первые хозяева проявляться. До сих пор. До сих пор. Слушай, а смотри, смотри, ты обратил внимание, это прямо это не обои, это напечатано краской на стене, на штукатурке. Ты представляешь? Вообще круто. Это место обоев раньше было, то есть я редко такое встречаю, но это печать. И смотри, тут сохранилось прямо на половину комнаты все это, а потом уже закрасили сверху краской, но вот это прямо... Хорошо, что сохранили на самом деле, мне нравится. Ну как предмет такое уже искусство потерянного практически. Да, я помню трафареты эти, кстати, были еще в домах 80-х годов я встречал. Так, ну здесь лепнина тоже, но немножко попроще, здесь какие-то дубовые листочки, колоски. Что у нас здесь из окна? Из окна та же мэрия. Могу еще про нее кое-что рассказать. Мэрия получ... О, сейчас слышно Тверскую. Про мэрию что могу еще сказать? Это здание входит с 20% уцелевших зданий в 1812 году во время пожара, когда Наполеон все поджег, здесь вообще всю Москву нафиг поджег, все практически сгорело, но вот мэрия выжила. Единственное, там внутри французы устроили какой-то там вообще дебош, там ее перестраивали внутри, но в целом здание сохранилось. Тоже такой факт интересный. 80% зданий в Москве сгорело вот в те годы. Это называется чеканка. Раньше многие увлекались такими делами. Почти в каждой квартире висело подобное в 80-х годах. Мужики делали, чеканили, сидели на медных пластинах. Очень интересное сочетание электросамокат, стульчик, такое кресло. Сейчас, наверное, будут писать в комментариях продайте или отдайте. Киношники любят такое, скупают. И вот это вот. А вот это, ну ладно, я же не полезу туда, но похоже на фотоинструмент какой-то. Все, я уже оделся. Мы с Марией прощаемся. И сейчас идем, пройдемся по Тверской. Я вам расскажу еще много интересных историй. И самое главное, расскажу про цены. За сколько можно купить квартиру на Тверской? Именно на Тверской. Однушки и трешки либо четырешки. Сколько стоит эта квартира, можете очень просто узнать. да? Да. Ссылка на ЦАМ будет в описании к этому видео. Переходите, покупайте, звоните, смотрите, покупайте. Квартира, кстати, достойная. Итак, сейчас пройдемся в сторону Кремля. Я покажу вам Савинское подворье. Это подворье сдвинули на 70 метров вглубь Тверской улицы. Теперь оно стоит во дворах. Его никто вообще не видит никогда. Посмотрим заодно и попытаемся представить, как же его перемещали, это здание. Также обещал информацию по ценам. Я вспомнил в 2014 году я участвовал в продаже квартиры в этом доме и продавалась там трешка 90 метров за 33 миллиона рублей. Это 410 тысяч за квадрат, если не ошибаюсь, что на 100 тысяч дешевле, чем сейчас. За 10 лет небольшое изменение, учитывающее инфляцию сумасшедшую. А если еще вспомнить о том, что те люди, которые здесь живут на Тверской и сейчас свои квартиры продают, в большинстве своем покупали их за баксы или там за евро. И они все в большом минусе очень сильно грустят. Вот, кстати, мэрия с этой стороны очень красиво. Так, снег чистят, как бы у меня опять на голову не упало ничего. Так вот, за доллары покупать недвижку в России сомнительное удовольствие. Лучше этого не делать. На каждом доме таблички здесь жило очень большое количество знаменитых людей. Я уже их перечислял. Столешников переулок начинается здесь слева. Еще недавно там у нас чуть ниже Луи Виттон, Гуччи. Еще там что-то такое из тяжелого люкса продавалось. Сейчас ничего не продается, все закрыто. Но в витринах стоят все вещички, сумки. То есть, они на всякий случай держат. Ну вот, мэрия с этой стороны тоже видно, что оно надстроено. Это здание, даже колонны отличаются. Потому что внизу это не колонны даже, а это прилепленные они к зданию. Они по-другому немножко называются, забыл. А сверху полноценные колонны. Широкая Тверская улица представляла собой кривую, узкую улочку. И не зря ее расширили. Юрию Долгорукому памятник. А вообще здесь в 30-е годы был памятник Советской Конституции. Такая классная стелла тоже. Но это все правительственные здания. Давайте по ценам, обещал же. Итак, на Тверской сейчас метр в трехкомнатной квартире в среднем стоит 660 тысяч рублей. То есть это где-то 59 миллионов вообще в среднем стоит трешка здесь. Туда попадают и с ремонтом трешки, и без ремонта, как наша, в которой мы сейчас были. Вот это средние цифры. Однушка, кстати, однушка здесь стоит, ну их вообще мало, прямо на самой Тверской практически нет. И цены начинаются от 22 миллионов рублей до 35 миллионов рублей. За однокомнатную квартиру 36 метров. И что интересно, тут есть какой-то волшебный дом, мы сейчас его посмотрим чуть позже, рядом с Санинским подворьем, и получается во дворе у этого дома Государственная Дума, вход. Так вот, в этом доме чуть ли не на 50 процентов дороже квартиры, чем в соседнем доме на Тверской. Давайте так по цифрам, чтобы было понятно. Есть товарищ, который продает 90 метров за 100 миллионов. Трешку. А в соседнем доме, причем убитую вообще такая, такси ремонтом, а в соседнем доме такая же за 70, но с современным суперским ремонтом. То есть вот это все, что вам нужно знать о ценообразовании в городе Москва. Попробуйте здесь, разберитесь. Это хорошо, что риэлторы участвуют в этом всем рынке, и хоть как-то это структурирует все это происходящее, иначе пришлось бы очень туго и продавцам и покупателям. Если вы, конечно, по-другому считаете, напишите в комментариях обязательно. Может быть, у вас другое мнение. Однушка, допустим, в доме 6 стоит 35 миллионов, а в доме 4 22 миллиона, такая же. Но я, кстати, долго думал, а потом мне пришло в голову, блин, это же, наверное, для депутатов цены. Это же дом, который рядом с Государственной Думой, и именно там на 50% пытаются люди продавать дороже квартиры. Я же не знаю, продают они их или нет, но пытаются. Давайте вам покажу домик. Все равно мимо идем. Вот. Такое ценообразование в городе очень странное, но как минимум это квартира, в которой мы были, стоит своих денег и цена очень хорошая. Итак, вот мы дошли в дом 6 по Тверской улице. Во дворе то самое Савинское подворье, которое когда-то на 70 метров туда вглубь отвезли. Оно в совершенно грустном состоянии, печальном. Его вообще не реставрируют по какой-то причине. Я не понимаю, почему. Но это очень красивое здание, что внутри, что снаружи. Это монастырь Савинский строил для себя доходный, ну как для себя. Это построил монастырь, доходный дом и сдавал тут квартиры в аренду, получал с этого доход. В принципе, не только частники строили дома, но и, видите, монастыри. Так, как же нам там внутрь-то зайти? Пойдемте посмотрим. Вот в этом доме пытаются продать за 100 миллионов 90 метров. А туда чуть дальше четвертый дом. Там уже за 75. Это одни из самых первых домов по Тверской. Уж не знаю, почему люди их так сильно ценят. Написано в объявлении, что там светло и уютно в квартире. Ну, в принципе, да, наверное, больше никакого объяснения этой цене нет. Почему на 50% дороже, чем в соседнем доме, непонятно. Видимо, ну, за свет и уют. Хотя светло и уютно. У меня было в Алтуфе, у нас в 22-этажке панельной в однушке. Тоже светло и уютно. Блин, здание очень крутое. В неорусском стиле. Единственное, что совершенно убитое. Здесь всякие разные офисы, но и то они уже съезжают, их все меньше и меньше. Ну, посмотрите. Красота какая. Раковины с морских глубин. Витражи в подъездах. Там все осыпается уже. Как что, зайти? Ну, пойдем попробуем. В принципе, можно, я думаю. Вот открыта дверь. В этой части попроще отделка. Сильно попроще. Витражи только сохранились. А вот этих раковин всей красоты нет. Крузак такой нарядный стоит. Великорос. Это фантастика для мужиков. С этой стороны тоже посмотрим на подворье. Такой нарядный дом. Если его отреставрировать и сделать квартиры, будет хорошо. А здесь вот внутренняя часть МХАТа имени Чехова. Здесь получается двор. Ладно, будем заканчивать видео. Давайте еще про цены чуть расскажу. Я рассказывал про то, по какой цене квартиры рекламируются. Сейчас я говорил про цены 660 тысяч за квадрат на Тверской. По этой цене квартиры рекламируются. А продаются они совсем по-другому. В среднем где-то по 560 тысяч рублей за квадрат. Они уходят из рекламы. Вот так что делайте выводы. Еще раз это про ценообразование в городе Москве. Где-то метров 800-600 от дома. Уже Красная площадь, Охотный ряд. Это здание, видите, это центральный телеграф. Кстати, я уже увидел в рекламе мелькают предложения. И стало понятно, что в нем будут апарты на крыше, апартаменты с террасами. И что вместо телеграф, наверное, останется, не знаю, как музей там где-нибудь на первом этаже. По факту там будут террасы с видами на Кремль. Камергерский переулок. Это Немирович и Данченко. Памятник. Это же там хат имени Чехова. Отсюда началась театральная революция. В принципе, этих людей знает весь мир. Вон то зелененькое здание театра Ермоловой. Вот в этом доме за 75 миллионов продается квартира с хорошим ремонтом. Вообще суперский. Уже год продается, никто не покупает. В принципе, интересно, почему. если мы в арку этого дома зайдем, то увидим сразу там не парадный вход в Госдуму. Был там один раз. Интересно очень. Вот про эту арку я говорил. Туда заворачиваешь и попадаешь в Государственную Думу. Может быть, поэтому специально для депутатов такие цены на 50% дороже. Люди пытаются продавать свои квартиры, думают, что эти ребята уж точно купят. Я, например, сильно сомневаюсь, что их кто-то купит. Все. Все. Мы подошли с вами к метро Охотный ряд. Ну, здесь целый такой транспортный хаб. Охотный ряд, площадь революции театральная. С той стороны торговый центр под землей максимально бестолковый. Вообще построенный в 90-е ужас какой-то. Базар у Кремля. Как это вообще произошло, непонятно. Хотя нет, понятно. В принципе, в 90-е за деньги все, что угодно могло произойти. Ну, все. Здесь я буду заканчивать свое видео. С вами был Константин Муравьев, агент по недвижимости в городе Москва. Если кому-то нужно продать квартиру или купить в городе Москве, звоните, пишите. Мои контакты в описании к этому видео. Квартиру, которую вы видели, можно купить с хорошей скидкой специально для моих зрителей. Об этом вы раньше уже смотрели. На всякий случай напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мои соцсети и все. До новых встреч. Пока.